Мы находимся с вами на курсах по лимфатическому массажу, потому что спрашивайте, что мы разбираем на курсах по лимфатическому массажу. Мы прежде всего разбираем проблемы лимфы, собственно, тех, кто здесь находится. То есть человек должен знать себя, чтобы потом работать с другим. Поэтому направляю проблемы массажистов, чтобы они осознали свои и убрали их. Как оказалось, у массажистов криминальные зоны – это зоны подмышечных и подключечных лимфатических узлов. Так, товарищи массажисты? Почему? Потому что они работают всегда рукой и обязательно работают больше той рукой, которая у них ведомо идет. Если это праворукий массажист, он будет работать правой рукой. Если это леворукий массажист, у нас есть тут леворукие ребята, нет? Все праворукие ребята, поэтому при контроле, при диагностике у массажиста подключечных лимфоузлов, находящихся в области подключечной и акромиального отростка, мы с вами вот здесь находим лимфостаз массажиста, так он и называется. Проверить мы его можем еще движением. Когда делаем приведение ручки к себе, то тут находим болевую зону. Находим болевую зону. У кого тут болевая зона еще? Левая гемисфера присоединяется, то есть у массажистов проблема головной боли левой гемисферы, когда массажист праворукий. Теперь, когда мы с вами начинаем движение из-под мышки, то есть мы начинаем движение вот на этом удивительном участке, у нас начинает проявляться проблема следующая у массажиста. Это мастопатия массажиста. Ну, это практика так говорит, поэтому теоретики могут рассуждать как угодно. Практики говорят, стандартная зона области лимфатических узлов, передние подмышечные лимфатические узлы, задние подмышечные подключечные лимфатические узлы. Вот эта зона, так у нас было. Ощущение не непосредственно в грудной железе, а непосредственно вот по этому ходу. Значит, если перерабатывает массажист правой рукой, то у него будет мастопатия, соответственно, правой грудной железы. Если он делает направление левой ручкой, значит, будет мастопатия левой грудной железы. Значит, для того, чтобы предупредить головные боли, а у вас тоже грудная железа почувствовала, еще у кого грудная железа почувствовала, когда мы работали с этой точкой? У троих, у троих из этой компании. Значит, мы говорим, эта тема очень серьезная. А у кого плечо отреагировало? У вас плечо отреагировало? Это больше плече появилось, когда мы просто диагностировали состояние здесь лимфы плеча, да? У вас есть артроза, артрит плечевого сустава? Травма. Травма усугубляет лимфоста, значит, мы должны будем отработать и область травмы, и устранить зону подмышечного лимфоденита. Лимфоденита, венозно, мы начинаем всегда работать по устранению проблем мастопатии, проблем подмышечного лимфоденита, дальше, тендовагенита, массажиста, тендовагенита. Есть такое? Иногда вот здесь побаливает кусок, нет? Артроза, артрита. Голова больше побаливает. Значит, мы говорим, массажисты не открывают лимфатический вот этот, зону эту лимфатическую при правом здесь, венозном уголке. Поэтому сейчас мы с вами говорим, ставим пальчики, диагностируем область правую, да, иду. Начинаем от серединочки, идем по ключице, непосредственно косточку слушаем, а потом падаем вниз. Вот эта точечка у нас под ключичкой, и будет, вот она у нас здесь, да, это подключичный лимфоузел, будет нам свидетельствовать, где сейчас, на данный момент, актуальная проблема в грудной железе, в руке, в гемисфере головного мозга и этой стороны, или она у нас может с вами еще выходить или в область паха, или в область спины, или это проблема, как у вас, артроза, артрита, плечевого сустава. Значит, от диагностировав, как удобно ручку ставить, можно вот так поставить, как удобно, да. От диагностировав проблему здесь, мы говорим, что это всегда проблема венозного угла. Значит, многократно возвращаемся и убираем застой лимфы, напряжение, расслабление делаем в области венозного угла, затем присоединяем вот эту всю линию, не обязательно трогать грудь, ее можно вообще не трогать и убрать мастопатию, только через вот этот кусочек мы можем с вами отработать, да, не заходя даже на эти протоки. Теперь отрабатываем, поставив пальчики вдоль линии акромиально-ключичной напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, поняли, чего куда идет, если никуда не идет, можем залезть в то местечко, которое называется подмышечные лимфатические узлы. Поехали под, вы левые лимфатические узлы, я так как показываю здесь правой стороны правые лимфатические узлы, и начинаем проработку лимфатических узлов подмышечных. Проработка, это значит, и в направлении движения лимфы делаем напряжение, расслабление, не двигая руку, двигаем подкожно-жировую клетчатку, вот то же самое делаем сейчас подмышкой. И первое ощущение, которое возникает в зоне подмышки, ну-ка, оценили себя, вот здесь голова, ее стандартная звезда во лбу, здесь рука, рука, здесь левая гемисфера и глаз, здесь грудь, здесь ухо, этой стороны уха, здесь не поняла, что у вас дух, затылок у него. Значит, смотрите, у всех вас есть проблема подмышечного лимфостаза, который после работы массажем должен убираться. Посмотрели, ничего нет, ни голова не ёкает, когда вы находитесь в области подмышки, ни рука не ёкает, вы молодцы, идете домой, отдыхаете, утром попробовали, где-то остался лимфостаз, подкорректировали. Раз работа такая, она у нас у всех с вынужденным положением связана, то мы должны просто это отрабатывать, поэтому себя нянчим, отрабатываем проблемы, чтобы потом в какую-то сложную болезнь не переплыть. Удачи всем! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...